здравствуйте мои дорогие друзья ну что с одной стороны вроде бы как я уже и надоела наверное со своим нытьем но дело в том что я вообще не знаю что же мне делать сейчас я покажу дырки в заборе муж заделал но мало что изменилось ну что дырки здесь явно уже нет кирпичи лежат но весь ужас заключается в том что это не два маленьких шпица все гораздо хуже и это не щеночек ротвеллера я вчера к сожалению увидела эту собаку или к счастью она огромная она крупнее овчарки это бродячая собака она такая вот по виду как овчарка но она ярко-черная шерсть у нее очень густая хвост висячий не такой как у собаки может быть это какой-то волк бродячий может быть это какая-то помесь но каждый день он какой-то кусочек уничтожает вот это он уничтожил вчера он греб прыгал здесь вообще не знаю что здесь творил а вот здесь он погулял сегодня здесь был огромный куст он 10 лет растет огромный куст гвоздики вот казалось бы ну вот гвоздика то чем помешало она низенькая ну вот здесь была гвоздика вот здесь были мои чудесные василечки с листьями как жар птицы и получается над всем вот этим когда мокла меч висит вот эта полоумная собака бродячая которая пробирается на участок мы вчера заделывали дырки старательно с мужем я какие-то ветки раскладывала но от такого бегемота крокодила эти ветки не помогут я даже не знаю насколько он безопасны для людей потому что он огромный этот пес каждый день ожидать что еще очередное он вырвет причем он вырывает низкая высокая уничтожает все вот такая напасть то что мне важно то что мне нужно то что мне дорого приходит какое-то чудовище и злобно вырывает где эта дырка я не понимаю как этому относиться я не понимаю меня это угнетает убивает добивает мучает мне это просто жарит на медленном огне я не знаю для меня это такое огорчение каждый раз смотреть на вот этот цветочек и думать может быть вот этот следующий может быть вот этот следующий девчонки если у вас есть безмытежная возможность выращивать цветы вы просто счастливы если вы знаете что это не такой вот опасности а если я смотрю на эту красоту и не знаю что под эту лапу попадет в следующий день потому что ему все равно эти ветки для него это как для слона дробина как он пробирается этот черный громадный очень сильно мохнатый пес с острыми ушами у него просто вылитый волк только черный и сильно мохнатый что с этим делать я не понимаю совершенно я не просто волнуюсь за эти цветы я мучаюсь для меня это просто мучительно и ни одно растение не находится в безопасности потому что все закидать ветками я вчера носила эти ветки и плакала я так надеялась что то что муж дырки залатают в заборе этого будет достаточно но откуда-то он прибор пробирается соседи с соседнего участка сказали что он у них вытоптал целую дорогу он приходит из яра там в яре он живет у него там логово или что там у него не понимаю что с этим делать просто не понимаю почему этот зверь должен уничтожать мою жизнь мой труд что придумать я не знаю причитать бесконечно это тоже бессмысленно совершенно как бы не расстраиваться я не могу не расстраиваться он приходит на мои самые лучшие участки это прям карма какая-то вот здесь гвоздика настолько хорошо вписалась пусть это было самое дешевое самое такое вот растение но тут и горянка чудом под раздачу не попала гейхера вот она у меня выросла впервые за столько лет у меня вообще не росли гейхеры это мне нужно колодцы вот такие выкладывать там морозник новый чтобы он лапой туда не наступил но если ему придет в голову зубами за это взяться и уж ничего не остановит вот пожалуйста ну что такое куст почва покровника куст гвоздики сейчас я покажу как вот вот пожалуйста вот зачем его было вот корни вот зачем его было кусать ломать вот ну что это за идиотизм такой дурнейшая злобнейшая животное вчера я его видела своими глазами огромная собака просто огромная размером с крупную овчарку черная мохнатая хвост висит может быть он не только для цветов угрозу представляют может быть он и для людей угрозу представляют но там где он потоптался поигрался там получается просто пустыня там ничего не растет вот у меня теперь лысый участок вот у меня лысый участок ну не знаю ну не знаю ну что я вот причитаю а что делать я не понимаю это животное слишком крупная чтобы ветки как-то помогли ветки я еще продолжу раскладывать работа эта дурнейшая сад превращается в свалку но что делать я не понимаю хотя понятно делать то надо забор но у нас кредит образовался во время ремонта нам вы еще два года платить нам сейчас не до забора это в октябре не раньше может быть это вряд ли в общем не знаю я просто не знаю что делать